А вот в бразильском Сан-Паулу завершается чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Его еще называют Олимпиадой среди лучших представителей того или иного ремесла. В 2019-м эти соревнования пройдут уже в Казани, и зрителям будет на что посмотреть. О том, как выступает наша сборная на нынешнем первенстве, расскажет наш специальный корреспондент Екатерина Миронова. Участники WorldSkills скорпят над креативным заданием бразильских организаторов. Строители воссоздают футболку знаменитого пиле. Вместо ножниц – мастерок, вместо ткани – кирпичи. Это очень напряженная работа, потому что они должны переработать около 600 кирпичей. Это не просто положить 600 кирпичей. Надо сделать чертежи, надо разметить кирпичи, распилить, и из них уже сложить композицию. Четыре дня испытаний, всего 50 дисциплин. Плиточники стараются над пейзажем Рио-де-Жанейро. Кипит работа в автомастерских. В больничных декорациях свои умения демонстрируют сестры сиделки. В импровизированном кафе Россию представляет Мария Сенцова. За 75 минут нужно сделать 14 чашек кофе четырех видов. Все зависит от того, какой у тебя помол, какая машина. Мне, к сожалению, попалась машина не очень хорошая. И я не могу сказать, что я выполнила все настолько, насколько я могла бы выполнить. Но тоже неплохо, мы не отстаем. В состязаниях принимают участие почти 1200 молодых мастеров. Россиян – 32 человека. Победители чемпионатов страны и СНГ. Язык не поворачивается, назвать их ПТУшниками. У меня дед сантехник, у меня папа сантехник, и вот теперь я стал сантехником. Первый чемпионат профессионального мастерства организовали в 1947 году в Мадриде. Тогда это был национальный конкурс Испании. Провели, чтобы заинтересовать рабочими специальностями молодежь. Спустя пять лет состязания стали мировыми. Прошло уже 43 турнира. Российская сборная участвует всего во второй раз. Два года назад в Лейпциге команда заняла последнее место. К Сан-Паулу участники готовились обстоятельно. Полгода индивидуальных тренировок и психологических тренингов. Но громких успехов пока не ждут. Национальные принципы работы у россиян все еще сильнее международных. Мы, конечно, не умеем работать долго и стабильно. Мы долго запрягаем и быстро едем. Но иногда этого времени нам не хватает на то, чтобы догнать всех остальных. В Южной Корее победители WorldSkills освобождают от службы в армии. В Европе вручают премии. В России главная преференция – спрос работодателей. В стране юристов и экономистов так ценятся умелые плотники и маляры. Впрочем, все чаще лучшие решают работать на себя. Чтобы быть предпринимателем, не нужно учиться на экономиста только. А вообще хороший предприниматель в мире, особенно малый индивидуальный, это тот, который в совершенстве владеет своей профессией. И вот эти ребята, когда они владевают действительно всеми нюансами, вот для них проще открыть свое частное дело, собственное дело, нежели для человека, который закончил вуз по экономической специальности. Но все же для участников это дело будущего. Сейчас куда важнее достойно завершить турнир. Вот она, золотая медаль чемпионата мира по профессиональному мастерству. Такие получат все победители. Награждение случится в воскресенье вечером на церемонии закрытия. Какими бы ни были результаты, в российской сборной их называют предварительными. Мол, это только подготовка к чемпионату, который пройдет в Казани в 2019 году. Екатерина Миронова, Артур Азизян, Владимир Егоров. Вести. Бразилия. Сан-Паулу.